Добрый день, приветствуем вас в пресс-центре агентства РИА Новости. У нас сегодня в гостях обладатели Кубка Гагарина. Спустя 7 лет чемпионами снова стали хоккеисты столичного Динамо. Мы их с этим поздравляем. У нас в гостях президент ОХК Динамо Михаил Леонидович Тюркин, старший тренер Хайрис Виттелинш, нападающий команда Динамо Юрь Бабенко. И в пробках подъезжает уже совсем близко Михаил Анисин, который к нам по ходу пресс-конференции обязательно присоединится. Первый вопрос к вам как к президенту. Что стоит за этой победой и какие у вас сейчас эмоции? Это просто какой-то праздник, если процитировать наши все слова, наши эмоции. Сегодня уже легко говорить, а в День Победы это было радостно. И, скажу честно, это, наверное, самый счастливый день в жизни. И, пользуясь случаем, я бы огромное спасибо хотел сказать всем тем, кому дорога эта победа. Мы к ней шли планомерно. Мы обещали, что эта победа будет. Не все верили. Многие сомневались, но мы доказали нашей командой, что мы в состоянии достигать самых высоких результатов. И, бесспорно, это заслуга всего нашего коллектива, заслуга тренерского штаба. Я всегда говорил и сейчас повторяю, что это лучший тренерский штаб сегодня в стране. Это заслуга нашей команды и не отдельных игроков, а, бесспорно, всех тех, кто выходил на лед и на разных этапах чемпионата. Это колоссальная заслуга наших болельщиков, которые в большинстве случаев нас поддерживали. И даже иногда не веря, все равно они шли, они кричали и они хотели этой победы. А мы постарались ее принести. И я бы хотел сказать спасибо тем, кто помогал нам выстраивать эту команду, помогал финансово. Огромное спасибо, хотел бы сказать, руководству Банка ВТБ, которые являются основными нашими спонсорами. Без них бы мы тоже ничего не сделали. Компания «Новотэк», которая нам очень помогала. И многим другим, которые также оказывали нам помощь в создании команды, в ее финансировании и в том результате. И еще раз повторюсь, это грандиозный успех, это самая высшая награда, которая сегодня только может быть и не только на территории Российской Федерации. Да, есть такая награда, как Кубок Стэнли, но лично мое восприятие Кубка Гагарина, он сегодня на том же уровне, как и Кубок Стэнли. А если мы будем продолжать такими же темпами развивать наш хоккей, то через 5-7, максимум через 10 лет, поднять Кубок Гагарина, может быть, будет даже и престижнее, чем поднять Кубок Стэнли. Я в этом бесспорно убежден, и мы своим трудом постараемся сделать именно это. А нашим болельщикам, которые здесь присутствуют, я хочу пообещать, что мы на этом не останавливаемся. Завоевать Кубок – это хорошо, но вы понимаете, что жизнь, она не стоит на месте. Сегодня ты с Кубком, завтра нужно доказывать, что ты соответствуешь этому Кубку. Мы постараемся подойти достойно к следующему сезону и вас не подвести. Юрий, вы подняли Кубок. Тяжелый? Что оказалось тяжелее – поднять или завоевать? Нет, завоевать, конечно, гораздо тяжелее, когда поднимаешь такие эмоции, и это трофей, к которому стремился так долго, ради чего, в принципе, очень много делалось, и делалось не только хоккеистами, но еще очень-очень многими людьми вокруг команды. Поэтому это было очень легко, завоевать было гораздо тяжелее. – Харис Виталинш, старший тренер команды. Как строилась подготовка? Как проходила серия именно финальная? Потому что нужно было, наверное, прежде всего психологически настроить команду, чтобы со счета 1-3 в финальной серии выйти на победный результат. Ну, подготовка сама шла, скажем, мы извлекли все проблемы, проанализировали сезон до этого, почему у нас бы получился такой спад. Первый раунд плей-оффа не прошли, решили что-то изменить в самой подготовке, что мы видели, что это дало свое, хотя ребята как бы особенно довольны были, что, мне сказали, еще труднее работа была, и все время твердили на то, что самая трудная подготовка в Динамо-Москве, вот как видим, все-таки дало свои плоды, что мы все-таки добрались до самого верха. В стадии финальной серии, конечно, после 1-3 надо было найти силы в себе, скажем, но с инициативой Юры, всей команды, я помню, мы собрались в собрании и проанализировали, что мы можем изменить в самой игре, чтобы переломить исход игры, потому что, как мы видели, что три игры, которые Авангард выиграл, мы не находили никакой ключ, они все забивали, забивали практически с одних и тех же точек. Ну, раскрывать, скажем, все сейчас разговоры конкретно тактические мы не будем, просто мы все вместе пришли ко мнению, довольно долго продолжалось, некоторые уже там потели и уже хотели уходить, больше часа заняло это все, но, скажем, тренерский штаб и сама команда, и все игроки, мы пришли к одному мнению, мы изменили тактические действия команды, все как бы согласились на то, что это мы можем, потому что как тренера мы можем изменить тактику игры, но если команда это не может воспринять, а это не получается, и игроки сами сказали, что они попробуют это все изменить. И с первой же игры, в которой мы вышли, изменив тактические действия игры, показалось то, что противник был не готов, и как вы видели, у них лучший бомбардир, так и дальше не смог даже, по-моему, не бросить ни одного броска по воротам и не забить ни одного гола. И мы как бы терпеливо работали от этой выработанной нашей стратегии, и, как мы говорим, свой гол в игре мы всегда думали, что забьем, главное отстоять, и в конце концов в решающем матче хватило даже 1-0. Прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, у меня шуточный вопрос к Михаилу Леонидовичу. Партия фондаторовых шапок заказана? — Вопрос к Андрею Николаевичу Сафронову. Я был безумно рад увидеть его на льду в андаторовой. По-моему, она не андаторовой, она цигейковая, наверное, больше все-таки, а не андаторовой. Или как андаторовой? — Андаторовой, да. — Да, ну, слава богу. — Может быть, на первый матч следующего сезона? — Знаете, самое главное, что был кубок, была команда, а уж с шапками, поверьте, мы разберемся и с шапками, и с фуражками, и с кепками. Это такая мелочь по сравнению с тем, что мы сделали. Только сейчас начинает доходить это до сознания. Вот я вам честно скажу. У меня получилось так, что когда мы выиграли, вот эта эйфория, вот этот шок такой самый настоящий, и через 10 минут я просто стал понимать, что сегодня прилетает команда, и нужно уже работать, нужно встречать ее, нужно организовывать. И это помогло, потому что вот эти бесчувственные состояния, вот пустота определенная, хорошая пустота, когда вот ты все, что мог сделать, и вот он результат. Но то, что надо было собраться и организовывать дальше, помогло немножко собраться. Вчера день вообще мы не спали, там много работы было, и вот только сегодня вот как бы голова, она встает на место, и ты начинаешь понимать. Особенно сегодня вот было совещание собственников клубов в КХЛ и совет директоров, и все подходили, поздравляли, это было искренне, и ты начинаешь понимать, что же эта команда все-таки сделала. Это лучшая команда, и она добилась этого результата бесспорно своим трудом, своим подходом, правильными методиками, невзирая на отдельные проблемы и претензии, которые постоянно возникали. Я всем говорил, и хочу повториться еще раз, нам очень нужно, когда нас критикуют и нам подсказывают, потому что одна голова хорошо, а две головы лучше. Мы постоянно анализировали те предложения, которые сыпались со всех сторон, и правильный анализ со стороны тренерского штаба, со стороны руководства клуба, каждого игрока помогло нам справиться со всеми проблемами и дожать соперника в самых решающих играх. Лично мое мнение, что победа в финале абсолютно закономерная, и большой неожиданности лично для нас эта победа не представляла. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы, не забывайте представляться и называйте здание, у которого вы присутствуете. Да, пожалуйста. Леонид Хозяхметов, Россия-2. Вопрос Михаила Леонидовича. Уже известно, кто первый повезет кубок на родину? Я только могу сказать, что сейчас кубок у нас находится в Министерстве внутренних дел. Сейчас он у нас за спиной. По одной простой причине. Правильно вы сказали, кубок за спиной. Команда сейчас отдыхает, нужно дать ребятам возможность набраться сил. Как только они соберутся, каждый игрок бесспорно сможет отвезти его на родину, куда он захочет, показать родным, близким, друзьям, школы. Мы все это организуем и постараемся максимально, чтобы люди могли его воочию увидеть, пофотографироваться. И, как я уже сказал, завтра мы выставляем кубок в Министерстве внутренних дел с утра и до вечера. То есть все смогут посмотреть. Потом мы выставим в учебных заведениях то же самое. И скажу по секрету, 6-го числа будет футбольный матч в Химках. Очень важный матч. Я хочу напомнить, что 6-го очередная игра. И после этой игры останется еще две игры у нас в чемпионате России. И самое главное, что через три дня после этой игры будет кубковая игра. Очень важная. И мы хотим вот этим действием поддержать нашу футбольную команду. И 6-го числа кубок будет присутствовать на игре. Он, видимо, будет выставлен на бровки, чтобы футболисты, видя, что это можно сделать, повторили успех хоккеистов. Это важно. И, как я уже сказал, чем больше людей сможет его увидеть, сфотографироваться, потрогать, осязать, тем это лучше для хоккея. Это определенная пропаганда, это реклама, это привлечение в нашу радость и других, кто, может быть, еще сегодня не до конца понимает, что такое хоккей. А хоккей для России – это спорт номер один. Пускай на меня обижаются все представители других видов спорта. Но мы считаем, что это так. Пожалуйста, еще ваши вопросы. Василий Конов, РИА Новости. У меня вопрос к Виталий Нишу. Вы сказали об изменениях в тактике после четвертой игры. Могли бы вы что-нибудь поконкретнее сказать? Ну, поконкретнее, как вы видели, да, что Амангард, все голы, все, что забывал Пережогин, они забивали, как по хоккейной терминологии, да, средний и дальний пятак. И у них индивидуально сильные игроки. И одним игроком мы никак не могли перекрыть. Вот как раз это площадку, ну, этот створ в нашей зоне. Ну, и мы как бы стянули, оставили других игроков противника открытых, как бы стянули на эту площадку побольше наших игроков. Ну, и противник, скажем, или не сообразил, не был бы готов к тому, что как раз это место, откуда они стараются забивать голы, это все перекрыто. И за соответствие у них получалось, что у нас где-то получалось большинство, у них меньшинство, а использовать тех игроков, которые остались свободны, они так и не смогли. Спасибо. Еще, пожалуйста, ваши вопросы. Можно я? Вопрос к Юрию Бабенко. После финального свиска сирены, понятно, что авангард был подавлен, но какие-то слова благодарности, может быть, слова поддержки вам прозвучались из уст омских хоккеистов? Да, это, наверное, уже больше как стандартная процедура. Каждый игрок благодарит другого в команде соперника за честную борьбу, говорит спасибо, поздравляет, желает удачи. Ну, кого ты знаешь более-менее получше, тот, наверное, какие-то еще теплые слова тебе может сказать. А, в принципе, в основном все было только спасибо, молодцы и все. Да, пожалуйста, еще ваши вопросы. Да, пожалуйста. Дмитрий Докупин, а вы хотите вопрос... Сейчас, секундочку, сейчас микрофон. Спасибо. Вопрос, видимо, Харис вам и Юрию заодно. Ну, как бы так получилось, что это уже опубликовано, тот тактический, скажем так, разбор по пятеркам авангарда, да, который вы проводили. И, в принципе, ну, не знаю, расскажите, когда он был сделан, потому что на какое место падает один товарищ Ясно, и он фролов по нолям, да, в этом финале. То, что Калюжного надо атаковать, и он не сыграет, тоже ясно, да, было вам, и в итоге он по нолям в финале. Когда был сделан этот разбор, и, то есть, какому матчу, или, может быть, изначально вы разобрали авангард, потому что понятно, что это сыграло. Ну, я начну потом, Юра, можешь дальше продолжить, потому что, скажем, это у нас уже на протяжении третьего года, это началось уже с команды МВД, что как раз в плей-оффе мы решили по инициативе игроков, что надо разобрать каждого индивидуально, чтобы перед началом уже первого раунда уже примерно игрок каждый знал, скажем, не то, что там 100% попасть, но примерно плюс-минус, над чем можно его обыграть, и чем каждый игрок силен. И если в первом МВД это делали больше, как бы, мои тренера, то в этом году мы изменили, и чтобы больше заинтересовать самих игроков, они сами решили это между собой разобрать, исключая даже нас. Так что, как это все проводилось, это уже тогда пускай Юра дальше расскажет. У нас имелся огромный козырь в лице Алексея Кудашова, который не просто, наверное, уже перерос вот этот наш хоккейный уровень, да, он, наверное, уже ближе к тренерам и может стоять с ними где-то, наверное, даже на одной ступеньке. То есть, в принципе, это огромная его заслуга, как он и подсказывал нам, начиная с МВД уже, и вот по ходу прошлого плей-оффа, к сожалению, не получившегося настолько длинным, но в этом плей-оффе он делал просто громадную работу, и он и в раздевалке подсказывал, и нам, и что-то постоянно вот советовались с тренерами, мы со своей стороны вносили предложения, и те темы, которые тренера нам говорили, те установки, которые они давали, пытались как-то все вместе обсуждать и приходить к одному общему знаменателю, и вот, наверное, благодаря этому и выиграли. Но про Лова-феор действительно так на площадке выиграли? Я не знаю статистику, посмотрите, я чуть не сдавался в подробности. Пожалуйста, еще вопросы. По Кудашову я бы еще одну вещь хотел сказать. Алексей не только помогал тренерскому штабу и команде, но еще и получал за команду, потому что я должен сказать, когда игры заканчивались не совсем так, как хотелось бы, ну надо же кому-то рассказать, что не получилось. Я вот выбрал Лешу Кудашову, почему? Потому что тренерский штаб после игры какое-то время лучше не трогать, а Алексей, вы помните, в плей-офф не играл, вот я его выбрал как вот объект для, ну не издевательств, но по крайней мере для того, чтобы вот высказать, что ты увидел, и он первый всегда принимал удар. У нас было таких три человека, Харрис был там третьим или четвертым, но я его жалел во время плей-офф, а вот Кудашов у нас был первым, который вот выслушивал ряд претензий, которые возникало по ходу игры. Ну это так в плане шутки, конечно. А по лицу, в общем-то вопрос, Кудашов, он в команде сейчас и тренером будет? Потому что 40 лет уже, и, ну как бы, объективно. Всего 40 лет. Я тогда немножко конкретизирую вопрос. Появилась информация, что Алексей Кудашов может перейти на тренерскую работу в Ярославский локомотив. Я не буду никого обманывать. Любого человека, которого вы сейчас спросите из нашего клуба, что будет у него в следующем сезоне, он вам не ответит. Не потому что не хочет, потому что ему не до этого. Для многих клубов сезон закончился очень давно, а для наших ребят сезон закончился два дня назад. И бесполезно их спрашивать. Если вы сейчас Харриса спросите или Юру, они вам просто не смогут ответить, обманывать не в наших привычках. Мы максимально сработаем так, чтобы в следующий год команда была боеспособная, команда была еще сильнее, и команда была способна бороться за самые высокие места. Работу мы уже начали. Должен честно сказать, вчера уже провели первое совещание, уже обменялись мнениями. Недельку давайте вздохнем, и в ближайшее время все будет понятно. Кто остается в команде, кто переходит, кто уходит, кто на тренерскую работу, это скоро станет достоянием всех. Просто мы пока даже не знаем, на эту тему не думали. Пожалуйста, ваши вопросы. Еще раз мой вопрос, вернее, от меня. Чемпионат начался с довольно трагического случая, с гибели локомотива Ярославского. Очевидно, что каждый из вас знал тех ребят, которые погибли. Кто-то, может быть, играл, кто-то с кем-то работал. Скажите, пожалуйста, что это очень важно из ваших оств, будет ли возрождение Ярославса хоккея. Потому что, сами понимаете, команда была просто блестящей. Спасибо. Я могу сказать, что абсолютно ясно и понятно всем, что эта команда будет. Команда будет играть в континентальной хоккейной лиге. Все документы поданы. Буквально сегодня мы общались с руководством этой команды. И буквально с утра на совете директоров и собственных клуба мы еще раз вспомнили, как это было, и выразили соболезнования всем тем, кто эту команду знал, уважал, любил. А это бесспорно вся страна, может быть, даже весь мир. Это трагедия, которой вообще нет равных. И это, конечно, был такой ужас, который до сих пор мы все осознаем, понимаем. И случайно весь сезон команды провели с символом даты гибели локомотива, 9-го, 7-го, и не сняли эти нашивки. Хотя вначале мы договаривались, что на 40-й день эти нашивки будут сниматься. И все единогласно приняли решение, что мы весь сезон проведем именно так. Я знаю все руководство, знаю тот коллектив, который работает в Ярославле с локомотивом. Это бесспорно способные люди. И уверен, что в сезоне 12-13 мы увидим не просто команду возрожденную, а увидим сильную команду, которая будет способна биться за самые высокие места. А с нашей стороны я должен сказать, во-первых, всем спасибо, потому что то единение и то отношение, которое проявили все без исключения к этой трагедии, это образец такой человечности и отношения друг к другу. Потому что я вспоминаю, как это было, как мы все сразу собрались, какую помощь мы оказали. И вот сегодня руководитель клуба просто проинформировал, что все обязательства по игрокам, по контрактам выполнены в полном объеме, и никто не будет забыт, и родные не будут никогда нуждаться в какой-то помощи. Поэтому для нас эта трагедия, она незабываемая. Каждого игрока мы помним и желаем локомотиву побыстрее восстановиться. И я бы, наверное, так сказать, это был бы какой-то знак, если бы в следующем сезоне эта команда, может быть, завевала бы самый главный приз. Это мы, по крайней мере, будем рады, если это случится. Михаил Анисин по московским пробкам доехал, и я думаю, что сразу же... Извиняюсь за опоздание. Да, но в качестве штрафной можно, конечно, спеть попросить, но я думаю, что вы уже настолько напелись в самолете. Да, это действительно так, поэтому даже немножко охрип. Какие эмоции испытывали, как прошли эти двое суток после победы в Омске? Успели ли уже осознать, что выиграли Кубок Гагарина? Ну, только вчера, наверное, днем немножко стал понимать, что мы взяли золото, потому что первые два дня было еще непонятно, там было очень много эмоций, была еще эйфория, где-то летал в облаках, и тяжело представлялось, что мы все-таки сделали это. Ну, вчера я уже... Миш, первых два дня, а сегодня второй день только. Нет, я говорю первые после игры, Юр. Ну, сейчас уже осознаю, что это уже история, это уже прошлое, надо идти дальше. Пожалуйста, ваш вопрос, в том числе, соответственно, Михаилу, который к нам присоединился. Да, пожалуйста. Каравай Фалери, Медиатаймс. Вопрос у меня как раз к Михаилу. Я вот недавно встретил Марину Анисину на одном из мероприятий, и мы как-то начали говорить как раз о тебе, о том, что вот все здорово складывается в этом сезоне, и начали говорить о том, что наверняка он окажется в сборной. А вот недавно Беллидинов сказал как раз наоборот, о том, что он не знает, как играет Анисин, и не видел его, и поэтому мимо сборной он пролетает. Поэтому вот хотелось бы узнать, насколько оказалась эта информация важной, и степень сожаления о том, что не удастся побыть лучшему игроку плей-офф на чемпионате мира. Спасибо. Миша, извини, пожалуйста, я два слова скажу. Я хотел бы немножко поправить, чтобы просто у людей не создалось впечатление, что Беллидинов действительно так сказал. Он немножко по-другому сказал. Он сказал, что я внимательно смотрел, на чемпионат мира я приглашу Кокарева, а на вопрос, почему не пригласили Анисин, он сказал, что да, мы анализируем, мы смотрим, и у Михаила будет возможность играть в сборной. Насколько я помню, как было сказано. Поэтому немножко разные акценты. Вы должны понять, что у руководителя сборной, у него кроме прямых эмоций и каких-то амбиций, есть еще замысел игры. И второй элемент, вы должны не забывать, что буквально полтора дня назад Михаил поднял кубок Гагарина из состояния, вы знаете, мы говорили сейчас о определенной пустоте внутри человека. И с учетом опыта Беллидинова, а мы с ним разговаривали, это было на похоронах Васильева, Валерия Ивановича. И он долго мы обсуждали вообще по Еременко, по Анисину, по Кокареву и по некоторым другим игрокам, и он очень подробно нам разложил свой замысел. И вот в этот момент я понял, что этот тренер очень четко знает, что он хочет и куда он идет. Поэтому это я просто в порядке информации, чтобы все понимали, что это не потому, что вот взяли Кокарева, а Анисину не взяли. Это стратегический план, но лично мое мнение, вот сейчас Михаил все расскажет, он, правда, более скромный, чем я сейчас скажу, я уверен, что при таком отношении к делу, как у Михаила, и пускай он на меня обижается, нет, если он будет так же работать и понимать, что слава и победа, она хороша сегодня. Ровно завтра про тебя могут забыть в лучшем случае, а в худшем просто еще и немножко поиздеваться. Вот жизнь так устроена, что нужно доказывать каждый день. Каждый день. Нет такой победы, которая бы тебе обеспечила какой-то карт-бланш и вот такую известность на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, Миша, я тебе просто хочу пожелать, чтобы ты это понимал. Ты молодой человек, тебе 24 года, я буду рад, если ты будешь с нами. А если не с нами, тебе успехов. Но знай это, что доказывать надо каждый день своим трудом, своими шайбами, своим отношением и иногда и своим пением, потому что, а что важнее, никто еще и не знает. Можно взять гитару и завести команду так, что она будет бегать, знаешь как. Поэтому я искренне благодарен, благодарен всей команде, еще раз хочу сказать. И Михаилу в частности, и Юрию Бабенко, и тренерскому штабу, всем без исключения. То, что они сотворили в этом году, это настоящий подвиг. Я горжусь этими ребятами и спасибо им огромное. Миша, извини, пожалуйста, я вот так... Ну, я совершенно согласен. То, что было сейчас сказано, даже есть в песне у Высоцкого, лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Поэтому надо всегда, если уж задрали планку, надо всегда ее поддерживать. Это я согласен. Что связано со сборной, если бы пришел вызов, я бы с удовольствием сыграл за нашу страну на чемпионате мира. Но есть тренерский штаб, есть главный тренер Беллидинов. И ему решать, мы не в праве игроки обсуждать правильно, а неправильно. Это покажет время. И если Беллидинов так посчитал, что это так надо, значит, это и так надо. Поэтому остается пожелать нашей сборной только победы. Будем все вместе за нее болеть. И трудом доказывать свое состояние, идти дальше, идти вперед. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Да. Вопрос, видимо, везде. Скажите, пожалуйста, какие-то, не знаю... Извините, микрофон. Да. Какие-то торжественные публичные мероприятия, посвященные победе московского клуба в Кубке Гагарина. Планируете или имеете мысль, допустим, провести не обязательно скоро, а времени как бы много впереди, да? Имеем. Опираясь на опыт, там, не знаю, в НХЛ проводят парады по всему городу, в Европе какие-то вещи, там, концерты, не знаю. Имеем. Я бы с удовольствием, поверьте мне, собрал бы всю Москву и мог ходить бы зад-вперед с кубком и без кубка, и ни грамма бы не пожалел о том, что мы тратим время и показываем, и рассказываем. Но объективно должен сказать, что все-таки Москва – это сложный город, это большой город, это столица. Три команды в Москве, как минимум, которые играют в КХЛ, плюс свои пристрастия, вы знаете, которые с советских времен у нас идут, плюс Московская область. Мы не уверены, я прямо скажу, не уверены, что мы смогли бы, знаете, на высочайшем уровне провести вот то мероприятие, о котором вы сейчас сказали. Обращаюсь к болельщикам, если есть такая, знаете, хорошая инициатива, мы обязательно ее поддержим с точки зрения такой вот массового мероприятия, которое можно провести. Что касается наших планов, 23 числа проходит большой праздник, не руководство, а КХЛ-овский праздник, где будут честоваться все наши призеры, где будут выдаваться там призы, концерт небольшой. 24 числа, пока вот вчера мы тоже самое это обсуждали, мы проведем мероприятие, на котором вручат медали золотые нашим хоккеистам, где мы поздравим друг друга, сделаем наконец-то тот золотой салют, который должен был быть по завершению финального матча. Подробностей говорить не буду, кто знает, тот понял, кто не знает, тому и не надо знать. Сделаем концерт тематический, чтобы вспомнить, как мы к этому шли. Многие будут плакать, я в этом уверен, потому что мы это уже проходили, и эти чувства их не передать. После этого мы, наверное, соберемся в каком-нибудь ресторане, имеем на это право. Это будут хоккеисты с членами семьи, члены клуба, ветераны все наши, к которым мы относимся очень внимательно, и все ветераны с нами, и какая-то категория болельщиков. Понятно, что не всех, это понятно. Ну, где-то человек 250 мы соберем, и 24 числа мы посвятим нашему клубу. Вот, наверное, то, что я хотел сказать. И вообще, уже мы активно начинаем готовиться к следующему сезону, потому что праздники, они все проходят. Вот, 24-го мы ставим точку над сезоном, который мы выиграли, и активно идем к следующему сезону. Михаил Леонидович, а болельщики на награждение смогут попасть? — Пока ориентировочно думали мы провести вначале в Лужниках, но сложные моменты какие? Лед. Если лед, лед нужен для чего? Для игры. Хоккеистов сегодня форму одеть, но это будет небольшое неуважение. На льду как бы делать нечего. И пока пришли к такому мнению. Есть у нас хороший дворец, Динамовский, это в Крылатском. Он очень уютный, где-то на 4 тысячи человек. Те, кто захотят, они обязательно придут. Мы два награждения хотим там сделать. Первое награждение — это ясно основная команда, это самое важное. И плюс я хочу всем рассказать, мы в этом году взяли чемпионство среди детей детской школы. Это грандиозный успех. И если брать в объеме страны, я всегда говорю, что для нас детский спорт и развитие детского спорта, он стоит на первом месте. Пускай кто-то меня не поймет сейчас, но это действительно так. И вот в сумме наши дети в разных возрастах по сумме результатов заняло первое место в Москве. Это, вернее, не в Москве, а в стране. Это очень хороший результат. И мы, конечно же, пригласим на сцену тренерский штаб, руководители, капитаны команд, их поздравим, вручим им их награды. А, конечно, весь остальной вечер будет посвящен основной команде. Мы постараемся сделать так, чтобы наши герои действительно почувствовали себя на седьмом небе и поняли, что все присутствующие приносят им частичку себя и вот этот праздник. Он пройдет где-то в течение двух с половиной часов. Попробуем динамично сделать, но вспомнить, как это было. Сейчас мы снимаем фильм, где-то сорокаминутный, вот такой интересный, где все это будет показано. Мы его покажем. И, как я уже сказал, салют, награждение и концерт. Еще, пожалуйста, ваши вопросы. Да, пожалуйста. Секундочку, микрофон. Ростники футовозных черных. Вопрос. Вот много лет обсуждается вопрос от адвоката спорта. Сейчас уже даже на Олимпиаде требования к олимпийским сооружениям очень высокие. До сих пор мы играем на маленькой споративной арене. Может быть, бабахнут настоящий дворец? Бабахнем обязательно. Насчет обсуждения много лет, это, знаете, так громко сказано, я все эти процессы проходил. Впервые заговорили три года назад. Шансов говорил еще раньше. Ну, шансов, я же не шансов, вы спросите туда тогда. Три года назад заговорили, два года назад стали разрабатывать проект, проект готов, великолепно, это будет лучший дворец в мире. Сегодня нет таких дворцов. Если он будет построен, а у меня общение с теми, кто строит каждый день, и я ему уже не то, что надоел, наверное, они меня уже слышать не хотят, потому что я звоню с утра и говорю, сколько кирпичей положили по типу того. Ну, такая небольшая шутка. Если мы это сделаем, а я уверен, что мы это сделаем, вернее, не мы, это делает ВТБ банк. Арена будет называться арена ВТБ. Под одной крышей футбольное и хоккейное поле, футбол 42 тысячи человек, хоккей от 12 до 14, грандиозный проект, инфраструктура, стоянки, для болельщиков удобно, кресла будут синего цвета, а не красного, как подметили во время игры. Ну и самое главное, все будет сделано для болельщика и для зрителя. При таком подходе конец 2015 года завершается строительство, я уверен, что уже в 2015 году мы сыграем какие-то игры на этой арене. Надеюсь, что все это получится. Есть очень хороший конструктив сегодня с ВТБ, с футбольной командой. Мы вообще объединились, сегодня не разлей вода, футбол, хоккей должны идти вместе. Не знаю, ответил на ваш вопрос или нет. Надеюсь, больше не будет. В свое время, когда сдавался Хадынка, руководитель проектного мира Буш, с вами ли, сказал, что на какие игры вы будете ходить на хоккей, с 7-го года. Он сказал, что я вообще ходить не буду, потому что я не люблю спорт. Поэтому я спрашиваю, надеюсь, его не будет. Никого не хочу осуждать, это самое простое, осуждать, обсуждать. Когда архитектор говорит, что он не любит спорт, то мы были шокированы. Я на самом деле не вижу ничего страшного. Архитекторы – это люди искусства, и спорт и искусство не всегда идут вместе. Но хочу вам ваш вопрос все-таки ответить. Ровно когда выезжал сюда, час назад проговорил с руководителем Хадынки, и коллеги сидят, болельщики, они могут поспорить. Все-таки мое мнение, что надо нам иногда играть на Хадынке. Надо. Пока мы свой дворец не построили, я вспоминаю игры, которые мы провели с Агбарсом, если помните. Очень хорошая игра, мы смогли впервые тогда забить. Помните, да, вот эта игра была. Потом мы сыграли с вами с Торпедо, ключевая игра. И я не скажу, что это было хуже, чем то, что было в Лужниках. Поэтому мы сегодня договорились, если все получится у нас, то матч-открытие все-таки мы, скорее всего, проведем на Хадынке, чтобы максимальное количество людей привлечь. И как мы договаривались, такие ряд игр, таких топовых игр, которые интересны для болельщиков, мы проведем на Хадынке. Но опять от пяти до шести игр, если ничего не помешает. Пока все договоренности в силе, вот буквально сейчас мы обсудили, и думаю, нам пойдут навстречу. Пожалуйста, еще ваши вопросы. А можно? Да, можно, пожалуйста. Можно говорить? Я на самом деле не журналист, поэтому мне сложно так сформулировать. На самом деле мы от лица всех болельщиков в Динамо поздравляем всех, всю команду, и руководство, и сервисменов, и тренеров, и врачей. Много-много кто там, все участвуют, конечно, ребят всех. Так, Юру там, сейчас. Большое вам спасибо, мужики. Вы сделали для нас, для нашей армии болельщиков огромное дело. Ну, мы, собственно, счастливы. Спасибо. Ну, от вас пару слов, может, вы скажете что-нибудь болельщикам. Ну, Юра, у тебя сезон, Юра. Лучший. Лучший. Спасибо. Я знаю, наверное, с того года и на протяжении всего этого сезона. Я сейчас объясню, почему лично мое такое мнение. После каждой игры были комментарии по поводу игр, да. И я считаю, что болельщик – это огромная часть команды. Огромная часть команды. Потому что так, как вы поддержите, искренне болеете, и, соответственно, у вас есть какие-то обсуждения после игр. Того или иного игрока, момента и так далее. Это абсолютно правильно. Это все по-человечески, это понимаемо. Но раньше это было, можно сказать так, иногда остро. Очень остро. И вот по ходу всего сезона я не видел вообще и не слышал ничего плохого. Вы были действительно реально вот нашей частью. И как мы в раздевалке старались только быть на позитиве, на полном, и друг друга только поддерживать, так и вы нам в этом году нас очень сильно поддерживали. Вы нас сплачивали, вы нам помогали. И огромное вам спасибо за это. Михаил. Можно тоже пару слов? Я, помимо того, что являюсь болельщиком, являюсь основателем сайта об истории хоккейного клуба «Динамо Москва». Ребята, спасибо большое за то, что вы сделали. Мы переписали часть рекордов клуба в этом плей-оффе. Миша переписал по количеству голов забитых. Костя переписал по передачам. Все вместе переписали по очкам. Семи матчевая победная серия в плей-оффе – это лучшее достижение клуба, за историю клуба. И самое главное, мы теперь единственная команда, которая выиграла в чемпионате все титулы. Только «Динамо Москва» имеет все призы в отечественном хоккее. Спасибо вам большое. Коллеги, есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Наши гости-соседи из «Раша Тудей». Здравствуйте, меня зовут Алла Сковарцова, «Раша Тудей». В продолжение про болельщиков. Во-первых, поздравляю. В продолжение вопроса о болельщиках. Михаил, наверное, помнит омских болельщиков, потому что от него были эмоциональные комментарии. Я уже прочитала интервью, где вы извиняетесь. Это потрясающе абсолютно. Ну вот, наверное, ваши комментарии уже были. Ну, еще раз повторю, я извинился перед теми болельщиками, которые не имеют отношения к такому, как к нам отнеслись после финальной сирены, стали забрасывать бутылками, монетами. Я считаю, что это неприемлемо, но это были не все, и с горяча где-то, с эмоцией я сделал очень жесткое заявление. Но я извинился перед теми болельщиками, которые ни при чем в этой ситуации. Кто вел себя, извините за выражение, по-свински по отношению к нашему коллективу, я перед ними не извиняюсь. Это мое мнение, мне все равно, что будут говорить. У меня есть своя точка зрения, свое мнение по этому поводу. Потому что ни в одной стране мира, тем более, если взять, я слышал по рассказам своего отца, когда они играли суперсерию с канадцами в 1972 году. Первый вот мы туда приехали, и такого шума в первой игре, о которой наша сборная Советского Союза выиграла 7-3. Я, говорит, не слышал, даже разговаривать на лавке было тяжело, потому что ничего не слышно. И когда мы, наша сборная СССР забивала красивые голы, сами канадцы вставали и хлопали. То есть для них это как религия, как если... Они болеют за свою команду, но если другая команда соперников делает что-то красивое, а тем более побеждает, ни в коем случае не освистывают и не... Наоборот, все хлопают, потому что хоккей, как и театр, это искусство. И было немножко неприятно, когда мы стали чемпионами, но надо уметь проигрывать. Я думаю, что наши болельщики в Москве, если бы, не дай бог, мы проиграли бы в Москве, ни в коем случае не стали бы освистывать, а тем более забрасывать команду победителя. Это просто, ну... Это некрасиво, это мое мнение. Поэтому я так и высказался жестко. Я хотел просто добавить, плюс болельщикам «Динамо», потому что я очень часто на игру хожу, так как очень близко лужники, что от «Динамо» никогда такого не было от болельщиков, абсолютно. А, Юрий, а ваше мнение по поводу болельщиков, можно поделиться, пожалуйста? Ну, наверное, не открою секрет, для любого игрока команда, ну, поведение некоторых болельщиков не было, так сказать, приятным, если так мягко выразиться, да. Это, конечно, не очень здорово, когда в тебя кидают что-то. И каждый человек имеет свое собственное мнение, да, но так выражать его, наверное, было некрасиво. И я сам принимал буквально два года назад участие в игре, когда мы проиграли кубок Гагарина в Балашихе, но настолько там, мне показалось, было культурно и уважительно. Болельщик отнесся к команде соперника. Там все похлопали, все поздравили, когда ребята там поднимали кубок, а потом просто отдали, можно сказать, дань уважения, да, а потом просто кричали наши имена там, имя нашей команды и поддерживали все стоя, хлопали. То есть в Омске этого мы не увидели. Может быть, у нас были другие эмоции, но, как говорится, всегда запоминается самое плохое, да. Вот то, что некоторые люди проявили не очень себя хорошо, это запомнилось. Можно небольшой итог подведу? Ребята сказали следующее, что они чемпионы, а чемпионы выбить из седла не может ничего. Еще я скажу, что московские динамовцы, они люди не злопамятные и вообще не злые, они добрые и всегда несут вот такое тепло человеческое. Поэтому я бы все-таки, наверное, знаете, как я говорю, давайте забудем, по-хорошему забудем. Не потому, что мы слабые, а потому, что мы сильные. И когда ты с Кубком, и когда ты победила, обсуждать, как себя вел соперник, по меньшей мере не хочется тратить время на это. Я бы хотел сказать, что соперник у нас был очень достойный. Команда «Авангард», команда высочайшего уровня, прекрасно подготовленная, с великолепными мастерами, с замечательным тренерским штабом, нацеленная на победу, и шансы были 50 на 50. Вот это я могу вам точно сказать. 50 на 50. Мы упустили свой шанс, мы не имели права проигрывать четвертую игру. То, что когда счет стал 3-1, я могу вам прямо сказать, не было сомнений, что мы победим, но я просто про себя сказал. Просто так мы не можем выиграть, там нужно обязательно найти себе приключение на одно место. Я вам клянусь, вот я сел в машину, меня некоторые видели, я вышел там, ну досталось многим, но сказал такую фразу, спокойно не можем, пойдем по-другому. Но сомнений в том, что мы сможем, и эта команда способна вытянуть серию с 3-1, я в этом не сомневался. Но давайте посмотрим со стороны нашего соперника. Команда выигрывает 3-1 и приезжает к себе домой. Представляете, что это такое? Рестораны все заказаны, шампанское в раздевалке, праздник в городе, все дают комментарии, в газетах на развернутом листе, все, кроме уборщицы, по-моему, рассказали, как они будут справлять праздник. Мы уже на этом обожглись, мы уже летели в Казань, извините, в кепках чемпионских. Слетали один раз, достаточно. Пресса нас критиковала, что мы закрылись. Да, мы закрылись. Зато мы сегодня вам рассказываем. А могли бы раньше рассказать, тогда бы другие бы вам сейчас рассказывали здесь, в городе, в другом. Поэтому что лучше, я не знаю. И не оправдывая, но простив, я хочу поздравить «Авангард» с серебряными медалями. Вот так вот. Достойная команда, достойная команда. Им успехов. И вот такой финал, такое завершение, оно возвышает наш хоккей. И я должен сказать, что при приезде этой команды в Москву, поверьте, не будет никаких там мстителей, еще что-то. Мы поприветствуем и будем смотреть красивый хоккей. И это только нас развивает и закаляет. Поэтому всем спасибо. Мы чемпионы. «Авангард» – серебряные призеры. И это для них огромный успех. Потому что, если посмотреть, «Авангард» был чемпионом в 2004 году. И до этого они не были никак чемпионами. И я считаю, что они этого заслужили. И надо их поздравить и сказать им спасибо за красивый хоккей. Вот на этой ноте, думаю, что можно закончить. Спасибо большое. Мы заканчиваем нашу пресс-конференцию. Спасибо всем.